Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Время новостей. В студии Айнур Мирханова. Внести план по этапу новоснятия карантинных мер поручил Госкомиссия Оскар Мамин. Принятие решения поспособствовало улучшению эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра здравоохранения, за 10 дней средний показатель репродуктивности коронавирусной инфекции в РК снизился с 0,92 до 0,82. Доля выздоровевших составляет 73%. Оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность коек снизилась на 61%. Это все результат слаженной работы всего государства, отметил премьер-министр. В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результат свидетельствует об эффективности принимаемых мер. Поручаю Госкомиссии разработать план по смягчению карантина до 13 августа. Подытожили и итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 7 месяцев. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост почти на 4%. Объемы строительства увеличились на 6%, вот жилья на 7,5%. Однако в других сферах дела обстоят не так радужно. Особенно это касается торговли и транспорта. Связано это в первую очередь с внедрением карантинных мер. И все же по 5 из 7 основных показателей в ряде регионов установленная планка преодолена. В их числе и Алматинская область. Съем промышленного производства в Алматинской области увеличился на 5%. Связано это с ростом производства продуктов питания, табачных изделий и фармацевтики. В сельском хозяйстве рост составил 2,4%. Наблюдается увеличение молочных и мясных изделий. Всего привлечено 292 миллиарда тенге инвестиций. Для сдерживания цен на социальные товары из местного бюджета дополнительно выделено 2 миллиарда тенге. В рамках ДКЗ реализуется 977 проектов на общую сумму 109 миллиардов тенге. В целом по области создано свыше почти 39 тысяч рабочих мест. Некачественное дорожное полотно – это повышенная аварийность и рост числа ДТП. С начала года антикоррупционная мониторинговая группа в составе представителей государственных органов ведет тщательное обследование дорог районного, областного и республиканского значения. Особое внимание уделено деятельности подрядных организаций, занимающихся дорожно-строительными работами. Подробности из сюжета. Уже в этом году в Каратальском районе будет обновлен ряд улиц и дорог. Только на текущий и капитальный ремонт дорожной сети этого региона в нынешнем году выделен 1 миллиард 260 миллионов тенге. Реализуется и 28 проектов по дорожной карте занятости. На эти цели будет затрачено около 900 миллионов тенге. По дорожной карте занятости трудоустроено 120 человек из 126 запланированных. На реализацию 28 проектов по дорожным работам заключен договор с тремя подрядными организациями Silk Road Construction, Golden City и Талкурган-сервис. Талкурган-сервис уже закончил и полностью сдал два объекта. В настоящее время дорожно-строительные работы ведутся в восьми селах района. Из 162 улиц районного центра на восьми будет произведён капитальный ремонт. На девяти ведётся текущий. На восьми – гравийная подсыпка. На 34 будет произведена дорожная разметка. Опрос населения показал – качеством проводимой работы жители довольны. Качество работали нормально. Слой положили хороший. Нормально? Да. Где-то сантиметров 10 толщина покрытия. Претензии какие-то были вообще? Нет. Однако не все подрядные организации выполняют взятые обязательства на совесть. Так, с 2018 года тянутся судебные тяжбы с ТОО «Алмаз-М», не выполнившим условия договора по капремонту улицы Толеби, протяжённость которой – более одного километра. Три судебных процесса так и не поставили точку в этом деле. В итоге страдают простые жители, которым приходится глотать пыль и терпеть неудобства разрушенной дороги. Мы получаем очень много жалоб как от владельцев авто, так и пешеходов на состоянии улицы Толеби. Но пока ситуация остаётся на стадии судебных разбирательств СТО «Алмаз-М». Сейчас мы только можем обеспечить безопасность для автовладельцев и пешеходов, установив опознавательные знаки около люков и дренажных стоков. В селях обеспечения безопасности дорожных движений совместно с СССР по Алматинской области нами проведено обследование автомобильных дорог областного значения Каратальского района, также уличная дорожная сеть города Уштеби. По городу Уштеби были выявлены недостатки в виде ям, а также дорожных знаков. Для устранения выявленных недостатков к должностным лицам данных организаций и учреждений выявлено предписание. В случае неисполнения выданного предписания нами будет составлен административный протокол по сети 462 Кодекса об административном правонарушении. Работа мониторинговой группы – критический взгляд со стороны за деятельностью подрядных организаций, что должно повысить качество отечественных дорог. Гульмира Тимиргалеева, Аблай Кутыгбай, Телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Бойцы Жасл-Лиэль в новой ипостаси. С начала пандемии юноши и девушки трудовых ресурсов Карасайского района ведут активную работу с населением по профилактике COVID-19. За время карантина карасайские отряды Жасл-Лиэль инициировали проведение различных акций, одна из которых – профилактика COVID среди населения. Во время мероприятия молодые люди раздали жителям более 500 масок. Наряду с этим, с помощью информационных буклетов, жасл-Лиэльевцы призывают граждан соблюдать санитарные нормы в период карантина. В этот сложный период бойцы Жасл-Лиэль проводят с населением разъяснительную работу. Раздают маски и буклеты. Я тоже получил бесплатную маску. Ребята молодцы. Спасибо им большое. Цель нашей акции – профилактика коронавируса. Наши бойцы разъясняли гражданам всю опасность коронавирусной инфекции. Тем более, что наиболее уязвимой категорией являются пожилые люди. Однако основная задача Жасл-Лиэль – сохранение экологии. Бойцами трудового отряда проведена акция под девизом «Таза-Алем» на берегу реки Каскелен. За считанные часы более 6 километров прилегающей территории были очищены от бытового мусора и пластиковых отходов. «Мы гордимся, что вносим посильный вклад во благо страны», – резюмируют юные патриоты. К слову, по Алматинской области в этом сезоне трудятся около 2000 молодых людей. «Нами продлена акция «Таза-Алем». Мы призываем граждан к соблюдению чистоты в местах отдыха, поэтому нацелены на повышение уровня экологической культуры населения». Жасл-Лиэльевцы заботятся не только об окружающей среде. В поле зрения молодых бойцов также уязвимые категории населения. Поддержку им оказывают волонтёры фронт-офиса ЖТСУЕР КЛЕРЭ, открытого по инициативе областного штаба Жасл-Лиэль. «Ежегодно мы проводим множество разных акций. Также по инициативе Жасл-Лиэль открыт фронт-офис волонтёров Безбергемыз. Вместе с ними мы оказываем помощь многодетным матерям и малоимущим семьям. Я рад, что могу приносить пользу своему народу в этот сложный для страны период». На этом у меня всё, а мы с вами встретимся в 21.30 на телеканале ЖТСУ. Редактор субтитров А.Семкин